Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть вместе с вами в офигенную игрушку под названием Скрип Механик. Ребята, сегодня у нас будет обзор постройок, и я приготовил для вас просто потрясающие постройки, которые только смог найти за последнее время в мастерской Steam. Поэтому прям сейчас смело сверните видео и поставьте большущий палец вверх, за это вам уже заранее огромное спасибо. Ну и начинает сегодняшнюю серию у нас, ребятки, вот такая вот замечательная машинка, как было написано в названии, это гоночная тачка, поэтому сегодня мы будем испытывать её в самых экстремальных условиях. Я думаю, что такая идея вам обязательно должна понравиться. Ну, выглядит эта тачка очень странно, на самом деле, похоже на какой-то, знаете, такой вот болид Формулы 1, который немножко недоделан, знаете, не хватает просто, ну, каких-то деталей, но всё равно дизайн у этой тачки действительно оригинальный, то есть она не обычная машинка, а действительно вот такая вот прикольная. Ну и, как я уже сказал, это именно гоночная машина, поэтому я уверен, что гонять она должна очень-очень быстро. Давайте обойдём её ещё разочек, посмотрим, как она вообще выглядит. Ну, слушайте, действительно классно. Вот тут у нас вот такой вот мотор, как я понял, двигатель стоит. Спереди у нас вот такие вот фары, лампочки. Ну и ладно, ребятки, давайте уже сядем за этого монстрика маленького и посмотрим, какие кнопочки у него есть и что каждая из них делает. Так, единичка у нас получается, нифига себе, подымается у нас вот так вот немножечко кресла, неплохо. Двойка у нас непонятно, ребят, зачем нужна. И тройка, скорее всего, ребят, если мы перевернулись, чтобы обратно встать на колёса. Ну и четвёрка включает фары. Всё, ребят, давайте попробуем проехаться. Так, вроде едет, ребят, ну вообще никак гоночная машина. Так, нажимаем единичку, потому что мы с вами застряли. Вот видите, всё, я понял, эта машина слишком занижена. И если какая-то кочка, обязательно нужно нажимать единичку, чтобы, ну как бы, проехать её. Окей. Ну, слушайте, чё-то она прям не разгоняется, ребят. Вот я вроде выехал на ровную поверхность. Ну, едет она быстро, да, друзья. Но у нас были и не гоночные машинки, которые разгонялись гораздо быстрее. Ну, слушайте, давайте попробуем задом проехать. Ну, разворачивается и задом едет, в принципе, неплохо. Немножко даже занесло её. Ну, нет, скорее всего, даже я немножечко не прав. Гоночная машинка, она и есть гоночная машинка. Скорости у неё, у данной машины достаточно, в принципе. Самое интересное, что она не переворачивается, ребят, и хорошо стоит на дороге. А это для гоночной тачки очень важно, потому что, если мы будем входить в повороты, нам очень важно, чтобы машинка входила аккуратно, чтобы машинка входила плавно. Ну, и давайте попробуем испытать её тогда на всяких различных препятствиях. Хотя это не нужно, потому что гоночные машины, они в основном гоняют на ровных дорогах. Конечно, есть ралли обычная, но вот, знаете, эта машинка явно не для того, чтобы ездить по всяким болотам, по песку. Эта машинка должна ездить реально по ровным дорогам. Но вот я уже сколько проехал различных горочек, да, друзья, различных ям, препятствий, и эта тачка спокойно с этим совсем справилась, и это огромный плюс. Действительно, автор постарался, заморочился, но я, правда, не понимаю, зачем нужны именно вот эти штучки. Скорее всего, да. Если мы прям где-то подлетим и перевернёмся, это нам поможет встать на колёса. Ну, а давайте вот так вот. А-ха-ха, я хотел заехать, ребят, и не получилось. Так, мы что, застряли? Не может быть, нет, всё отлично, выезжаем. И продолжаем тестировать эту машинку. Например, вот так вот. Заезжаем, и теперь вот сюда. Оп, смотрите, всё, вроде как, ребят, мы с вами застряли. Да, смотрите, ну-ка, давайте попробуем. Так, вот этой двоечкой. Нет, значит, троечкой. Троечкой. И ничего это нам, ребят, не помогает. Просто я вот так вот, получается, застрял. Так, ладно, окей. Давайте тогда поставим её на место, на землю. Оп. И ещё немножечко прокатимся. Ну, слушайте, машинка мне действительно понравилась. Она очень такая прикольная, очень бодренькая. Я думаю, что она многим должна понравиться. Давайте запрыгнем вот так. Оооо, нифига себе. Она ещё так бочком, знаете, развернулась. Ну, в общем, ребятки, вот такая вот у нас первая постройка. Я думаю, что многие её должны оценить. Обязательно напишите в комментариях, понравилась она вам или нет. Вот. Ну и погнали посмотрим на следующую постройку. А следующая постройка, ребята, у нас вот такой вот мотоцикл. У нас уже было что-то похожее, но здесь, конечно, поагрессивнее выглядит этот мотоцикл. Вот такие вот различные кнопки. Он сделан с помощью модификаций, потому что здесь есть явно детальки, которые прям, ну, совсем нестандартные. И знаете что, ребят? Я просто... Что это такое? Это не мотоцикл, ребята! Это не мотоцикл, вы понимаете? Офигеть просто. Можно просто офигеть. Так, а что он набирает высоту? Я вообще-то отключил все кнопки, ребят, честное слово. Вот так мы можем летать! Я думал, это мотоцикл, ребята, вы представляете? Я думал, что это реально мотоцикл. А это у нас вот такая вот летающая фиговина. Она ещё поворачивается в разные стороны. То есть я могу её вертеть как хочу. Могу использовать как вот такой вот небольшой аэроплан. Или как это вообще всё называется. Вот это да, друзья! Вот это неплохо! Вы представляете, что я вообще добавил? Я думал, это мотоцикл. А это вот такая вот летающая штука. Но давайте тогда попробуем полетать на ней. Я просто не совсем понимаю, как кнопки здесь работают. Они с какой-то задержкой, знаете, с небольшой. Ааа, тихо! Главное не врезаться! Вау! Офигеть, друзья! Вот это да! Вот это постройка так постройка. Так, ну непонятно, как работают кнопки. Я вроде бы нажимаю. То поначалу начинают крутиться вот эти вот штучки, вот эти пропеллеры. То они как-то выключаются. Но, в общем, я понял. Одна кнопка отвечает за набор высоты. А другая кнопка это просто-напросто ускорители. Ну, слушайте, кто-то же придумал вот такое вот офигенное вообще произведение. Я бы, ребят, до такого вообще не додумался. Так, надо бы нам приземлиться, ребят, и оббежать вообще, посмотреть, из чего состоит вся эта постройка. Так, давайте как-нибудь упадём. Вроде я всё отключил, а вроде бы и нет. Не понял. Там вот что-то набирается. Почему крутится вот эта штука? Я же всё отключил. Да, всё, ребят, вроде как падаем. Вроде как приземляемся. Просто хочется посмотреть реально на эту постройку, из чего она состоит, из каких элементов. Или мы вообще не падаем, ребят? Да, чё-то как-то непонятно. Вроде падаем. Да-да-да-да-да, отлично. Сейчас мы приземлимся и оббежим. Вообще интересно, из чего состоит реально такая загадочная постройка. Так, всё, приземляемся, слезаем. Смотрите, получается здесь у нас ручки, да, за которые мы держимся. Вот это вот пропеллеры, которые отвечают за, как я понял, за скорость и подъём высоты. Здесь какой-то вообще стоит датчик, который набирает как бы силу. Вот это вот вообще просто что-то с ума сошло, аж моргает, ребят. Кстати, с этой стороны такого нет. Ну, выглядит эта штука реально как мотоцикл. Вот это большое колесо и вот это. Я прям реально перебутал, друзья. То есть, ну, это действительно очень весело. Так, давайте поставим её вот так вот ровно. Слушайте, действительно дизайн очень красивый. То есть, автор действительно постарался, сделал это всё реально очень интересно, очень красиво, очень классно. И постройка действительно, ну, реально очень крутая. Просто топовая постройка, ребятки. Я думаю, что вот такая постройка действительно должна понравиться многим, потому что такого у нас вообще никогда не было. Это впервые у нас вот такое вот. Я не знаю, есть ли у этой постройки какое-то прям официальное название, ребят. Кто знает, как называется вот такая штука или похожая. Я знаю, джетпаки, знаете, всякие такие есть. Но это не совсем такое. Поэтому, если вы, ребятки, разбираетесь и знаете, обязательно напишите мне в комментариях об этом, чтобы я знал. Будет очень интересно. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, понравилась ли вам данная постройка. Вот как она вам... Как по мне, ребят, действительно очень круто. Ну и давайте посмотрим уже на следующие постройки. Ребята, следующая постройка у нас вот такой вот шарик. Я сначала бегал, думал и смотрел, что же вообще я добавил. И знаете что? Многие, наверное, уже догадались. Это планета Земля. Я не знаю, правильно ли она сделана в плане континентов, да. То есть, правильно вот расставлены зеленые вот эти кубики или нет. Но реально это похоже на планету Земля. И как я прочитал в описании к постройке, это дело все еще должно, по идее, летать. Но выглядит действительно прикольно. То есть, вот такая вот небольшая планетка. Ну и посмотрим, ребятки, давайте, на что она способна. Еще раз оббежим. Давайте вот так вот посмотрим. Ну, я не знаю, правильно ли реально стоят вот эти вот все континенты. Но это не особо важно, ребятки. Давайте, вот мы заходим внутрь. И что я вижу? Сразу вижу кресло и огромную тучу, кучу просто различных ускорителей. Все, давайте сядем. На единичку у нас закрывается вот эта дверца. На двоечку начинает крутиться вперед. На тройку непонятно. И на четверку тоже непонятно. Ребят, а тогда такой вопросик. Как это дело все должно лететь? Как оно должно полететь-то все? Ладно, подождите, давайте откроем. Давайте. Таааакс, понял. Надо выключить ускорители. Или нет? Как оно летает, ребят? Непонятно. Вот я нажимаю на тройку. Вот я нажимаю на двойку. И не летит. Вот, ну-ка, ну-ка. Может все надо ускорители как-то активировать? Непонятно, ребятки. Вот, что-то активировал. Во, покатились. Набираем скорость. Троечку нажму на всякий случай. Не знаю. А, может быть она и не должна летать, ребят. Это планета. Может она реально должна просто вот так вот кататься? Ну, слушайте. Написано было, что должна летать. Я думал, мы сейчас с вами на этой штучке реально полетаем. Но, как я понял, ребят, нифига мы с вами не сможем полетать. Потому что я жму все кнопки, друзья. Ну, правда. Я активировал вроде все ускорители. И единственное, чего я смог добиться, это вы вот сами видите. Просто мы покатились с вами вперед. И при этом, ребят, я не могу управлять этой штукой. То есть поворачивать. А, не, слушайте, поворачивает. Это просто медленно оно так поворачивает. Мы еще врезались и изменили траекторию. Или только в правую сторону не поворачивает. Не, оно вообще не поворачивает. Мы просто на какой-то кочке, ребят, поменяли с вами траекторию. И поэтому покатились в другую сторону. В общем, непонятно, ребят. Вот такая постройка. Только поймать ее надо. Аккуратненько. Все, ловим и ставим. Ну, не полетела, ребят. Она у нас. Возможно, я неправильно что-то сделал. Давайте еще разочек попробуем. Тоже ускорители какие-то. И на четверку тоже ускорители. Но только на двойку, ребят, начинает она катиться вперед. Ну, в общем, вот такая вот у нас забавная постройка. И знаете, почему я еще добавил? Потому что я ни разу не видел планет в скреп-механике. А здесь у нас действительно планета. И причем планета Земля. Это та, на которой мы с вами живем. И это должно быть действительно круто. Но, к сожалению, постройка не полетела. Но все равно за оригинальность автора можно поставить большущий палец вверх. Ну и погнали посмотрим на следующую постройку. А последняя постройка, ребят, у нас вот такой вот нереально огромный монстр на колесах. Вот это как раз таки машина, в отличие от первой, должна проезжать и по болотам, и по песку, и по грязи. И по всему, чему только вообще можно. По камням, не по камням. Вот этой машине действительно должно быть пофиг. Это у нас реально такой вот офигенный внедорожничек. Ну и давайте посмотрим вообще на кнопочки, что они могут делать. Всего их шесть. Первая кнопка активирует ускорители. Вторая кнопка активирует еще какие-то ускорители. Троечка у нас включает фары и свет. Четверка у нас подымает вот так вот, ребята, перед. Вы представляете, если мы застряли, спокойно можем вообще выбраться. Пятерка тоже какой-то что ли ускоритель, что-то такое. И шестерка. И шестерка. А, она вон наклоняет кабину вот так вот жестко. Смотрите, у нас тут есть еще дополнительные три места. Раз и сзади два. Но нам, конечно, интереснее вот это. Вот, шестерочка что-то делает. Она что-то разворачивает, ребят. Что-то происходит с кабиной. Ну ладно, давайте попробуем прокатиться. Включаем вот так вот ускорители. И погнали, ребятки. Погнали. Ну слушайте, она едет даже быстрее, чем первая тачка. Хотя это не гоночная машина. Но она едет быстрее, чем первая. Вы понимаете, что мы на дерево сейчас полезем? Оооо. Но вот, в отличие, ребятки, от первой машинки, эта машина у нас перевернулась. И все. И никак, ребят, нам не выбраться уже. Придется вот так вот вставать. И придется вот так ее поднимать. Ладно, садимся. В общем, ребятки, гоняет эта тачка очень здорово. Просто реально быстро и классно. Но, видите, переворачивается. И у нее не продумана система возврата на колеса. Но, слушайте, если ехать более-менее аккуратно, то, я думаю, все нормально будет. Вау, офигеть, ребят. Она реально проезжает вообще любые препятствия. Ну, типа, вообще горки ей вообще ни по чем. То есть, спокойно можно проезжать. И это действительно классно. Вот такие постройки мне реально безумно нравятся. Я надеюсь, ребятки, что вам тоже. Ну и погнали. Немножко понаваливаем на этой тачке. Немножко. О-о-о-о, офигеть. У нее аж прям нос задирается, ребятки. Это действительно очень здорово. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так вот. Бам! Через ветку думал, пролетим, ребят. Думал, если честно, пролетим. Но, к сожалению, не получилось у нас сделать с вами вот такой вот нехитрый трюк. Но задумка была неплохая, ребят. Задумочка была действительно неплохая. Ну, слушайте, вот такая вот у нас машинка, ребятки. Я думаю, что она вам понравилась. Поэтому обязательно напишите об этом в комментариях. Ну, а на этом мой ролик подходит к концу. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Сегодня у нас были реально очень крутые постройки. Не забудьте написать в комментариях, какая постройка вам понравилась больше всего. Ну и оставляйте просто положительные комментарии. Также, друзья, не забывайте подписываться на канал и, конечно же, включать колокольчик. А также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и подписываться на мою личную страничку ВКонтакте. А вам я желаю всем всего-всего самого наилучшего. Не болейте, ребята. Хорошего вам настроения. Лето за окном. Гуляем, веселимся и отдыхаем. Всем удачи. С вами по-прежнему был Овер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok